МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале осени в России исчезнет роуминг. Соответствующие изменения в тарифных планах сейчас проводят все сотовые операторы Большой Четверки. Отмену плана за звонки в другие регионы России инициировала Федеральная антимонопольная служба, ссылаясь на единство государства и на европейский опыт. В Евросоюзе роуминг был отменен в прошлом году. Компания «Русал» объявила о готовности сменить адрес регистрации из британского острова Джерси на Российскую Федерацию. В качестве альтернативы рассматриваются остров Русский в Приморском крае или остров Октябрьский в Калининградской области. Оба острова являются своеобразными российскими офшорами с особыми экономическими режимами. Ученые СФУ предложили использовать технологии блокчейн для записи детей в детские сады. По мнению автора проекта, организация распределенного электронного реестра позволит исключить несанкционированный доступ и подмену очередности граждан. А распределение в детские сады станет прозрачным и максимально честным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Локомотивным фактором для экономики Красноярского края на ближайшие годы может, но и должен стать комплексный межрегиональный и межотраслевой инвестиционный проект «Енисейская Сибирь». Он уже и заявлен, и презентован в апреле на Красноярском форуме, полученный поддержкой президента страны. И все же, что происходит с проектом сейчас? Идет ли какая-то, скажем так, закадровая работа? Когда и какие первые эффекты мы получим? В студии уже присутствует наш постоянный эксперт Егор Васильев, председатель Комитета по бюджету и экономической политике Законательного собрания края. Здравствуйте, Егор Евгеньевич. Здравствуйте. Ну, прежде всего, вот на недавней встрече с президентом в Рио губернатор Александр Ус объявил, что инвестпакет Енисейской Сибири возрос уже до 1 триллиона рублей. Что за новые интересанты? Кто это? Вы знаете, на самом деле очень большой интерес крупного бизнеса к проекту обусловлено это тем, что сейчас в Российской Федерации не так много вот таких вот больших масштабных инвестиционных предложений, тем более поддержанных президентом страны. Поэтому все компании, которые имеют интерес на Красноярской земле, все они сейчас торопятся обозначить этот интерес, чтобы войти в большой комплексный инвестиционный проект. Это, конечно, в первую очередь лесопромышленные компании, нефтяные компании, крупнейшие трейдеры. Все они обозначают свои инвестиционные планы для того, чтобы войти в большой проект, войти в те особые экономические условия, которые этот проект даст. Ну и, собственно, вместе с синергетическим эффектом повлиять на развитие территории и развитие собственных коммерческих планов. Ну вот интересно, для бизнеса-мотиваторов должны выступать некоторые преференции, налоговые условия, но их сейчас нет, мы еще прописываем, только придумаем, как это будет, что движет бизнесом. Вот сейчас идет как раз та работа, о которой вы говорили, сейчас описываются эти условия, они утверждаются и будут утверждены на уровне федерального правительства. Здесь планируется использовать все возможные имеющиеся инструменты, это и особые экономические зоны, территория опережающего социально-экономического развития, РИПы, другие налоговые режимы. Но я не исключаю того, что мы будем разрабатывать какие-то точечные специальные налоговые режимы именно для Енисейской Сибири. Сейчас планируются и предлагаются различные варианты и инвесторов, и правительству Российской Федерации. Я думаю, что уже в сентябре мы увидим окончательный рисунок, структуру того, что необходимо предложить, чтобы это все как можно быстрее и эффективнее реализовалось. — Пул проектов ширится и множится. Неужели все они сидят и ждут, когда появится некая отмашка? Какие-то инвестпроекты можно уже запускать сейчас? Есть ли такие прецеденты? — Конечно же. На самом деле инвестиционный проект и такой комплекс инвестиционный проект Енисейской Сибири уже начинает реализовываться. Мы помним, как мы первый раз очень красиво его услышали о нем, его презентовали на открытии аэропорта Красноярского. И безусловно, это уже часть проекта Енисейская Сибирь, который сейчас работает и который несет очень серьезную, очень важную стратегическую нагрузку в этом проекте. Более того, мы понимаем, что инфраструктурные проекты, которые будут опережать проекты промышленные, они уже сейчас находятся на стадии предреализации. Мы знаем, что уже в сентябре начнется строительство очень крупной части Енисейской Сибири дороги Эльгетско-Заукурагина. Мы понимаем, что инвестиционные проекты инфраструктурные по строительству дорог и мостов, они, конечно, уже сейчас рассматриваются отдельно и будут входить в Енисейскую Сибирь отдельной частью большими государственными инвестициями. И это, на самом деле, решаемый отдельный вопрос, который будет большим, таким значимым столпом Енисейской Сибири в дальнейшем. Ну и тогда ваш прогноз. Когда мы ощутим, за исключением аэропорта, конечно, первые основные эффекты промышленных, промышленных инфраструктурных объектов, выраженные, не знаю, в объеме головой продукции, рабочих местах, налогах. Я думаю, что большую часть этого пути мы пройдем в этом году. В этом году. Да, потом мы будем слышать новости о том, что началось инвестирование, началось строительство. Ну и по окончанию этого строительства будут вводиться новые мощности и, соответственно, создаваться новые технологические цепочки, новые транзакционные цепочки, то есть взаимодействие различных субъектов. И тогда уже мы получим бюджетный эффект, эффект в качестве рабочих мест. Кроме того, большая часть Несельской Сибири так называемая локальная экономика, то есть эффект масштаба, когда на большие инвестиционные планы и в процессе строительства и реализации проекта, и потом в процессе уже эксплуатации производственных мощностей добавляются маленькие компании, компании, находящиеся на территории, компании-подрядчики, компании-посредники, компании, обслуживающие крупные экономические интересы. И нам этот эффект масштаба очень важен, особенно в части как раз рабочих мест, потому что нам необходимо развивать не только крупных игроков, не только большую дорогу строить, но и вдоль этой дороги, или где сказал Курагина, на территории Каратузского, Курагинского, Ермаковского районов должны возникать малые бизнесы по логистике, по сервису, по каким-то другим направлениям. Туризм, опять же, это все большой проект Инисейской Сибири, который, конечно, имеет эффект масштаба и большое влияние на локальную экономику. Мы этого очень ждем и тоже будем так нарастающим итогом видеть эффект. Игорь Евгеньевич, спасибо большое. Спасибо. Игорь Васильев, представитель бюджетного комитета законодательного собрания, был у нас в гостях. Ну а мы обратимся к другим темам. В 2018 году заканчивается программа добровольного софинансирования пенсии для первых ее участников. Многие, возможно, уже и забыли, что это такое. А ведь программа была на слуху несколько лет подряд и ей активно пользовались. Но шутка ли, неслыханная щедрость от государства, которое готово обеспечить 100% годовых доходности. Напомним вкратце смысл. Граждане могли написать соответствующее заявление, что хотят участвовать в программе, а потом нужно было вносить взносы на свой персональный накопительный пенсионный счет. Минимум 2 тысячи рублей, максимум 12 тысяч. И тогда государство удваивало эту сумму. Забросил себе на пенсию 3 тысячи, и там появляются еще 3 отказны. Вложил 12, получил еще 12 сверху. Ну, можно, конечно, пополнять счет и на большие суммы, но государство удваивает только вот в этих пределах от 2 до 12. Таким образом, правительство прививало гражданам культуру самостоятельного накопления на старость. Ну и, можно сказать, задумка реализовалась. Восстребованность можно выразить в цифрах. Мы на сегодняшний день, уже на сегодняшний день, с 2009 года собрали более миллиарда 350 миллионов по Красноярскому краю, более 330 тысяч у нас желающих вступить в эту программу и вступивших. Поэтому остается только... И, кстати, выплаты идут у нас уже с 2010-2011 годов. Поэтому здесь востребованность программы просто говорит за себя, для тех, кому она была интересна и кто получил от этого, ну не только, наверное, материальное, но и моральное удовлетворение. Что все-таки выплаты состоялись, состоялись ровно в том объеме, который был предложен по программе. То есть один к одному. 330 тысяч жителей края успели вступить в программу. Она закончила свое действие в 2014 году. Ну, точнее так, прием желающих закончился. До 31 декабря 2014 года нужно было успеть написать заявление о вступлении. Еще месяц до 31 января 2015 года давался, чтобы успеть внести хоть какую-нибудь минимальную сумму, хотя бы 2000 рублей. Так вот, с 2008 по 2014 к системе софинансирования пенсии подключились 330 тысяч жителей края. Ну, в принципе, наверное, все, кто хотел. Но у каждого из них свой срок длительности программы. Ведь на государственное софинансирование, то есть удвоение внесенных сумм, каждому предоставляют 10 лет. Если вступил в 2008 году, можешь вкладывать до 2018, до этого. А вступил, допустим, в 2014, соответственно, программа доступна тебе до 2024-го. И вот для самых первых ее участников сейчас наступает крайний срок. Таких жителей края, кто вошел в программу на старте в 2008 году, вот и получается 33 340 человек. Ну, а дальше число желающих только увеличивалось. Ну, равно как и суммы добровольных взносов. Если в первый год жители края вложили в свои будущие пенсии 64 миллиона рублей, то дальше как снежный ком. Ну, а самый пик пришелся на 2014 год, когда начались проблемы у частных НПФ, негосударственных фондов. Народ тогда решил, что ни один НПФ 100% сверху не обеспечит и стал вкладывать в программу добровольного софинансирования. И причем вкладывать по максимуму. В последнее время активно перечислялась полная денежная масса, то есть по 12 тысяч в год, вот я говорю, 14-й год был особенно на это богат. А вообще граждане перечисляют немного статистики в среднем где-то тысяч по 5, по 6, то есть такую вот золотую середину, видимо, испытывая или проверяя, работает или не работает, программа государственного софинансирования не работает. Деньги эти выплачиваются в виде пенсионной, скажем так, выплаты по страховому случаям, который является пенсией, то есть выход на пенсию. В целом по России с 2009 года граждане внесли 56 миллиардов 400 миллионов рублей на свои пенсионные счета. Государственное софинансирование составило 54 миллиарда 900 миллионов. Но эти суммы не совпадают, поскольку, напомню, государство софинансирует один к одному сумму в пределах от двух до 12 тысяч. А многие граждане увлеклись и добрасывали себе на счет даже большей суммы. Ну а в целом же всем миром с учетом средств работодателей, они тоже могли участвовать своими корпоративными программами, а россиянам на пенсии добавили 112 миллиардов. Неплохая сумма, и она, между прочим, без дела не лежит. Капает еще и инвестиционный доход. На руки, как было сказано, эти накопления будут выданы гражданину после выхода на пенсию. Но тут еще важная оговорка. Даже если страховой случай не наступит, то есть человек не доживет до пенсии, то эти деньги достанутся наследникам, поскольку речь про индивидуальные накопительные пенсии. Так что во всех смыслах выгодное вложение. Кстати, там еще, если делать такие взносы, то еще и налоговый вычет полагается. В общем, время еще есть. Кто вступил и забыл, вспоминайте и пользуйтесь. А уточнить, являетесь ли вы участником программы добровольного софинансирования пенсии. Можно либо на портале госуслуг, либо заказать сведения в отделении пенсионного фонда. У нас же на этом все. Теперь увидимся ровно через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова